Постарели наши девушки, нянчат, нуков нам на смену. Ну куда вы претесь, дедушки? Кто куда? А я на сцену. Я же еще не вниз по лесенке, я мечтаю о высоком. Вот брошу бардовские песенки и займусь тяжелым роком. Прикуплю аппаратуру, усилители до вспышек и для бэк-вокала дуру, чтоб с ногами от подмышек. Мне бы хрустальный голос Гиллана, чтоб достало до аппендикса. Мне бы хайр Боба Диллана, мне бы руки Джимми Хендрикса. Соберусь с друзьями старыми, перманентно полупьяными. Пусть попрыгают с гитарами молодыми обезьянами. Приглашу друзей на танцы, выпью с ними за свидание. Подключу электростанцию беспребойного питания. Помощнее гитары сделаю, микрофоны под настрою, да как ахну децибелами! Солнышко лесное. Четвертый день смотрю в окошко монитора. Будвайзер пью без вдохновения, томясь. Завязла муза в бесконечных коридорах и не выходит безобразница на связь. Зато заказчик обрывает телефоны, грозит забрать давно истраченный аванс. Я подрядился рекламировать контрацептивы. И вот, похоже, упускаю верный шанс. Заказчик платит, не скажу худого слова, как не скажу и пары-тройки добрых слов, за то, что он в преддверии праздника покрова контрацептив назвал божественный покров. Я много денег заработал на рекламе, и муки творчества мне в общем не внове, а тут в глазах заказчик в шелковой пижаме с контрацептивом на обритой голове. Не разберусь пока к чему такое диво, зачем привиделся мне наш негациант, глядит на мир через пузырь контрацептива, примерно так мы представляем марсиан. Ах, черт возьми, какая классная подсказка, какой посыл, какой изящный креатив. Все получилось, слоган вышел, просто сказка, накал страстей и бесконечный позитив. Будь ты хоть гиперсексуальный гуманоид, но через латексный божественный покров не проберется к нам чужой сперматозоид из запредельных галактических миров. На безбрежных просторах российской словесности проживает несколько загадочных зверей. Вот самые известные из них это бляхомуха, ежкин кот и ядрёновош. Я, значит, эту братью решил собрать всю, под одну крышу, добавил несколько самых свирепых штампов, ну и хочу представить на ваш суд, что получилось. Ну, сначала докалерическая часть, а потом уж как пойдёт. Бляха, как-то утром бляхомуха пробудилась не одна. В пасти гадко, в горле сухо, потому что с бодуна. Рядом крепко давит койку лысый хрен, известный тать, он вчера был очень бойкий, да заездили видать. Муха выпила водички, поплескалась у ведра, как положено приличной скромной девушке с утра. Поднимать не стала хрена, пусть поспит любимый зверь, поцелуем мизансену завершила и за дверь. Бляха-муха вышла в люди, там шумит базар-вокзал, вот проехал хер на блюде, всех вокруг заколебал. Он гуляет в ши ядрёны, тех вообще не сосчитать. Впереди ядрён матрёна, позади ядрёна мать, и ядрёна кочерыжка, и дружок ядрён батон, ёлка-палка, шишка-мышка, каждый чем-нибудь ядрён. Семь ядрён их поколений с ними, мать его идти, все идут к ядрене-фене, а куда ещё идти? Вот прикинулся джигитом старый дедушка Пихто, бьёт серебряным копытом конь-огонь в своём пальто, ржёт трубой ерехонской, скачет словно чумовой, а за ним бежит японский, очень злой, городовой. А за ним япона-мама, а за ней кузьки-мать, непрерывно моют раму, делать нечего видать. Лыка в строку, баба с возу, на Кудыкину гору тащат сидорову козу, на обед хитру бобру. Ждёт козу святой Кондратий и пушной зверёк-писец. Карачун для шати-братья сварит вкусный холодец, будут у бобра на даче рожки-ножки хороши, там богатые не плачут, веселятся от души. Ёшкин кот такой бедовый, заведёт шухры-мухры, завернёт один моржовый, ещё один с горы. А когда придёт суббота, заглянут на огонёк, примадонна, сука, в ботах, индус-ёк-макарёк. Танцы-шпанцы в огороде, до утра шаляй-валяй, до калитки нас проводит старый ёкарный бабай. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok